Здравствуйте, уважаемые товарищи! С вами в эфире сопредседатель Российского комитета рабочих Калит Валентин Владимирович. Также я являюсь председателем первичной профсоюзной организации «Защита» в акционерном обществе Саровской генерировавшейся компании. Для тех, кто следит за работой Российского комитета рабочих, он знает, что последние 4 года, а значит последние 8 заседаний, Российский комитет рабочих обсуждает на своей повестке дня вопрос о переходе всех работников на всех предприятиях, переход к 6-часовому рабочему дню. Хотелось бы сказать, для чего он нужен. Во-первых, 8-часовой рабочий день был тем достоянием, которое наши отцы и деды добились в результате революционной борьбы в начале 20 века. Именно тогда установился 8-часовой рабочий день. С тех пор прошло более 100 лет, и на сегодняшний момент мы видим колоссальный рост производительности труда, а продолжительность рабочего дня на сегодняшний день так и остается 8 часов. Ну вот, чтобы перейти от теоретических знаний в практическую плоскость, мы с активистами нашего профсоюза в момент пандемии решили составить письмо к своему руководителю, направить письмо о том, что на момент работы в условиях пандемии работникам был сокращен рабочий день до 6 часов. И такое письмо мы составили и направили работодателю. С вашего позволения я вам его сейчас зачитаю. Генеральному директору, исполнительному директору и руководителю Департамента управления персоналом нашего общества. Уважаемые руководители, в период пандемии COVID-19 руководством холдинга были приняты меры по выводу части персонала акционерного общества на самоизоляцию с сохранением заработка. По мнению работников, этот факт является основанием для пересмотра в рамках трудового законодательства нормальной продолжительности рабочего дня и сокращения его до 6 часов с сохранением заработной платы. Профсоюзный комитет предлагает поэтапный переход к 6-часовому рабочему дню. Сначала организовать 6-часовой рабочий день вплоть до окончания пандемии COVID-19. Далее внести норму 6-часового рабочего дня в разделы рабочее время и время отдыха коллективного договора, а также правила внутреннего трудового распорядка в разделы рабочее время. В высвобожденное время рекомендуем использовать для профессионального образа развития работников, повышение квалификации, обучение новым профессиям, развитие института наставничества, теоретических и практических знаний по охране труда, участие в культурно-массовых мероприятиях. Вот непосредственно по выходу на работу после самоизоляции 15 мая такое письмо было отправлено нашему руководству. Ответ не заставил себя долго ждать. И как всегда, и об этом мы уже говорили на РКР, нам поступило письмо не с ответом на нашу, как сказать, это даже не требование, а просто предложение было. Значит, поступил следующий ответ. В целях определения легитимности направленного предложения прошу направить копию протокола заседания комитета, на котором было принято решение направлять в адрес работодателя предложение о переходе на 6-часовой рабочий день, а также копию протокола собрания трудового коллектива, на котором трудовой коллектив общества дал поручение комитету обратиться работодателю с подобным предложением. Я хочу заметить, обратить на это письмо внимание, такого толка письма могут приходить в актив любой профсоюзной организации, которая не имеет большой численности и, согласно Трудового кодекса, не объединяет более половины работников на своем предприятии. Вот еще хотелось бы повторить, что если такие организации есть на предприятиях, то необходимо в период предоставления интересов работников иметь при себе доверенности от этих работников согласно статье 30 Трудового кодекса Российской Федерации. На что мы ответили, что конференции нам такие полномочия были даны, направили выписку из протокола, ну и завязалась такая интересная у нас переписочка с работодателем. Мы очередной раз направили наше предложение, на которое опять получили ответ, это уже ответ от 25 мая, который звучит следующим образом. Никаких реальных законопроектов, регулирующих вопрос перехода на 6-часовой рабочий день с сохранением заработной платы в России на сегодняшний день нет. Эта тема требует детальной проработки и обсуждений в экспертном сообществе. При очевидных плюсах такого перехода для работников есть существенные минусы для работодателя в виде неминуевого роста затрат на рабочую силу и ухудшения финансового результата деятельности предприятия. Переход на 6-часовой рабочий день возможен при выполнении двух условий. Высокий уровень производительности труда и устойчивое состояние российской экономики. Сегодня в России производительность труда на таком низком уровне, что надо думать не о сокращении рабочего времени, а о повышении эффективности труда. А российская экономика, как известно сейчас, подвержена очень сильным воздействиям внешних и внутренних факторов. На основании вышеизложенного считаю вопрос перехода на 6-часовой рабочий день с сохранением заработной платы на сегодняшний день и в среднесрочной перспективе преждевременным. В любом случае, без соответствующих изменений в законодательстве о труде обсуждать этот вопрос не имеет смысла. Обращаю ваше внимание на то, что акционерное общество в настоящее время и в ближайшие перспективы нет задачи важнее, чем выполнить все необходимые работы в рамках подготовки к отопительному сезону 2021 в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе среди работников общества. Руководители структурных подразделений должны так организовать производственные процессы, чтобы максимально защитить работников от возможного заражения. А работники обязаны выполнять повышенные санитарные и гигиенические требования, мерить температуру тела каждые 4 часа, надевать маски, перчатки, не пожимать друг другу руки при встрече, соблюдать полутораметровую дистанцию, чаще мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами. Выполнение этих простых требований поможет быстрее вернуться к нормальной работе, вместе с тем контроль показал, что не все работники общества знают и выполняют эти требования. Предлагаю Объединенному Комитету профсоюзов сосредоточиться на этой крайне важной и актуальной сегодня задаче по разъяснению среди работников необходимости строгого соблюдения всех вышеперечисленных требований и контролю за их выполнением. Уверен, что объединив усилия работы дателя и представителя работников в этом направлении, нам удастся сохранить коллектив в работоспособном состоянии в период распространения ковид и выполнить все поставленные задачи. Прочитав это письмо, наш профсоюз сделал такой вывод, что работодатель будет ждать, чтобы перейти на шестичасовой рабочий день какую-то установленную законодательную норму. Как я уже сказал выше, что это была переписка, и мы опять отправляем подготовленное с товарищами письмо в адрес работодателя, где более подробно описываем ту суть дела и те предложения, которые мы бы хотели обсудить. Уважаемые руководители, согласно статье 91 Трудового кодекса Российской Федерации, законодательство уже сейчас позволяет предприятиям устанавливать шестичасовой рабочий день при пятидневной рабочей неделе с сохранением заработка. Поэтому ожидать каких-либо дополнительных законодательных изменений не нужно. Достаточно внести соответствующее положение в коллективный договор. Ссылаемся на статью 41 Трудового кодекса Российской Федерации и иные нормативные акты, что мы предлагаем сделать с ближайшей перспективы. Второе. В настоящее время вопрос перехода предприятия на шестичасовой рабочий день пока в качестве временной меры является актуальным, так как имеет место обостренная эпидемическая обстановка. Как показала недавняя практика вывода работников на самоизоляцию, переход этот и возможен, и необходим. Ведь сомнению не подлежит, что сохранение жизни и здоровья работников цель более важная, чем достижение каких-либо финансовых результатов, по сути прибыли. А прибыль, как известно, является ничем иным, как денежное выражение отчужденного прибавочного труда этих же самих работников. И затраты на рабочую силу также идут из результатов труда, производимых этой рабочей силой. Поэтому приведенный вами аргумент о росте затрат на рабочую силу и ухудшении финансовых результатов предприятия мы считаем, мягко говоря, неуместным. Третье. Мы во многом согласны с тем, что тема о пересмотре продолжительности рабочего дня, в данном случае его сокращение до 6 часов на длительную перспективу, требует детальной проработки обсуждений в экспертном сообществе. Именно поэтому данный вопрос прорабатывается, обсуждается в научных, политических трудах с давних пор. При этом, прошу заметить, на одной из коллективно договорных комиссий во время переговоров мной была подарена генеральному директору книга «Работа Александра Владимировича Золотова», где подробно прописан этот теоретический переход к 6-часовому рабочему дню. В настоящее же время существует не только известное множество положительных результатов, теоретических и, подчеркнем, экспериментальных исследований по дальней теме. Мы ссылаемся, опять же, на работы Попова и Золотова. На реальные условия для осуществления этой задачи в качестве примера производительность труда, как я уже говорил, в мире за последние сотни лет по различным отраслям выросла в 20-50 раз, а продолжительность рабочего дня до сих пор не сократилась. Поэтому действительно вопрос это злободневный, и мы не видим в нем ничего преждевременного и особенности бессмысленного. Касательно, четвертое, касательно вашего аргумента по поводу того, что переход на 6-часовой рабочий день возможен при высокой производительности труда и устойчивой экономики, скажем следующее. Высока ли производительность труда или низка? Устойчива или неустойчива экономика? Вопросы относительны и крайне субъективны. Вы можете считать, что производительность труда России недостаточно высока. Мы вправе считать, что достаточно и экономика у нас весьма устойчива. Это подтверждает тот факт, что количество долларовых миллионеров и миллиардеров у нас неуклонно растет, а по природным ресурсам мы вообще богатейшая страна в мире. Вы справедливо призываете думать о повышении производительности труда. Думать об этом, конечно же, надо, ведь это облегчает труд. Но и здесь уже давно все придумано, и больше бы уже надо делать, а именно обновлять техническую базу, повышать квалификацию работников, их мотивацию и причастность к управлению предприятием. Вы обращаете ваше внимание на то, что самое важное на предприятии в настоящее и ближайшее время это подготовка к отопительному сезону в условиях пандемии. И вот буквально сегодня, 28 мая, целую бригаду турбинного цеха вывели на карантин. У одного из работников подтвердился коронавирус. А ведь именно эти люди и несут основную нагрузку при подготовке отопительного оборудования. По итогу в коллективе предприятий волнение. Можно, конечно, сделать вывод о том, что виноваты сами работники, так как не соблюдали повышенных санитарно-гигиенических требований. Но у нас другое видение ситуации. Потому что мы, в основном, рабочие, видим ее изнутри. По нашему мнению, все эти санитарно-гигиенические требования до сих пор их эффективность не доказана. Превратились в простую и никому не нужную формальность. На фоне того, как обеспечивается их выполнение и того, как организован рабочий процесс в данной ситуации. На предприятии острая нехватка медицинских масок. Выдаются один-два раза в неделю по одной штуке, а следует по четыре штуки каждый день как минимум. Перчатки не выдавались, средства защиты глаз от вируса не выдавались. Кроме того, еще не ясно, как помыть руки и при этом тут же снова не испачкаться, закрывая вентиль водопровода. Как работать на заточных и сверлильных станках в перчатках, если в перчатках ими пользоваться запрещено, а не труда и техники безопасности. А это самые широко и часто используемые станки на предприятии. Как работать, соблюдая дистанцию полтора метра, если это физически невозможно при выполнении большинства видов основных работ. К примеру, 12 мая, когда есть персонал, общество вдруг вывели из самоизоляции на полный рабочий день, то Российский Федеральный Ядерный Центр работал по 6 часов и в неполном составе, извиняюсь. Вокруг одного турбогенератора при выполнении планового капремонта на узкой площадке вынуждено было работать бок о бок не менее трех бригад одновременно. О каком реальном выполнении мер тут может идти речь? Все прекрасно понимают, что для соблюдения всего этого нужно полностью реорганизовать рабочий процесс и одним организационными мероприятиями здесь не обойтись. Вот это начало переписки с работодателем, который я вам сейчас зачитал, последовала еще одна реакция от работодателя, которую на сегодняшний день я вам не смогу воспроизвести, но вы прекрасно должны понять, что на сегодняшний день при тех доводах, которые бы мы не доводили до своих работодателей, они не будут согласны переходить к сокращению рабочего дня с сохранением заработной платы. Это говорит о том, что только коллективной борьбой, коллективными действиями, коллективными усилиями мы можем прийти к этой норме. Российский комитет рабочих рекомендует всем тем, кто связан с рабочим движением, с профсоюзной борьбой, включать норму шестичасового рабочего дня в свои коллективные договора. Если эта тема будет вам интересна, я готов с вами связаться и ответить на все ваши вопросы. А пока все. Ваш Ульянтин Калик. Продолжение следует...